Добрый вечер. Ну, на самом деле, русский язык умеем мы все. И сегодня мы как раз об этом поговорим. О русском языке, о правописании, о том, как лингвисты отвечают на вопросы о русском языке, почему лингвисты любят отвечать, что правильный и так, и так, какие вопросы задают лингвистам и какие ответы лингвистов удивляют носители языка. В названии, в теме лекции, и так, и так, после первого «так», вы бы поставили запятую или оставили без запятой? Вот давайте я вас об этом спрошу. Кто бы поставил запятую? Так. Кто бы оставил без запятой? Ну, примерно так вот, 50 на 50. Ну, в общем, действительно, правильно и так, и так, потому что многое здесь зависит от интонации. Правильно и так, и так, говорю я быстро, или правильно и так, и так, говорю я медленно. И разные оттенки интонации мы по-разному передаем с помощью знаков пропинания. Но о прописании, о пропографии, пунктуации давайте поговорим ближе к концу. А сначала, собственно, о языке. Тема лекции сейчас я попробую включить. Включено у меня? Ну, я пока расскажу без картинок, а дальше будут картинки. Собственно, и тема лекции, и весь сюжет моего рассказа вырос из ответов на вопросы портала Грамм.РУ, которые работают уже почти 20 лет в интернете, в этом году 19. И 18 лет из них работает справочное бюро портала Грамм.РУ. И за это время мы ответили уже больше, чем на 300 тысяч вопросов по русскому языку. За 18 лет работаем. Да, наверное. Вопросы у нас самые разные, и большинство вопросов – это вопросы о том, как правильно. Как правильно произносить, как правильно писать, склонять, спрягать. То есть это вопросы по языковой норме. Это большая часть вопросов, но это не все вопросы, есть и другие. Вопросы о том, откуда происходит то или иное слово, название, выражение, об истории слов, об истории оборотов. Пользователи, авторы вопросов просят разрешить спор с коллегами, с друзьями, с начальством. Ну и очень многие вопросы, они формулируются вот так, правда ли что. И дальше следует разное утверждение о русском языке, которые во многом заимствованы из тех текстов, которые гуляют по просторам. Спасибо интернету. Но иногда, отвечая на вопросы, откуда происходит, узнают поразительные вещи об истории, казалось бы, вполне привычных слов, которые никогда не знал и узнал, вот только отвечая на вопросы. Из последних открытий, здесь все 18+, поэтому я поделюсь таким открытием, об истории слова «качан». Вот я никогда не задумывался и не знал, какова история этого слова. Оказывается, история очень даже зажигательная, потому что слово «качан», рассказывает нам этимологические словари русского языка, восходит к очень древнему корню, значение которого эти самые словаристы, где вы маскируют латинскими буквами «пенис». Еще даже берут кавычки, чтобы совсем замаскировать. Ну, значение головка, головка капусты, вилок. Интересно, что к тому же корню восходит и глагол «качанец». С первоначальным значением становиться твердым, а потом уже с переносным значением как бы становиться твердым от холода и замерзать. Так что эти слова родственные, и если знаешь эту историю, то особую прелесть приобретает выражение «почему?» по «качану». Правда, да? Я никогда этого не знал, и узнал об этом случайно, отвечая на вопрос об истории выражения. Почему на вопрос «почему?» отвечают по «качану». Ну, конечно, отвечают, не зная этой всей истории, а просто в ритму. Ну, вот, интересная история вскрывается. Это все из ответов на вопросы, откуда происходит. Но все-таки большая часть наших вопросов – это вопрос о том, как правильно. И в справочной службе Института русского языка, Российской академии наук, тоже большая часть вопросов – это вопросы, как правильно. Вопросы, как правильно. И ответы на эти вопросы далеко не всегда однозначны. Иногда мы можем сказать, что только так и никак иначе. Только квартал, ни в коем случае не квартал. Во всех значениях. Что часть года, что часть города. Квартал. Как писать Франкфорд на майне только с двумя дефисами. А по правилу, служебные слова в составе названий присоединяются дефисами. Но есть такие вопросы, на которые при всем желании невозможно дать однозначный ответ. И тогда мы говорим, что правильно и так ли так. Что можно сказать одновременно, можно сказать одновременно. Можно сказать в цехе, а можно в цеху. Можно достичь, а можно достигнуть. И так далее. И вот такие вопросы вызывают иногда недоумение. Такие ответы наши вызывают иногда недоумение. Иногда недовольство. Иногда раздражение. Почему нет однозначного ответа? Процитирую. Все-таки это тоже, похоже, не работает. Ксения Туркова. Филолог, журналист. У нее вот есть в одной статье такая замечательная цитата. Я заметила, что одним из самых болезненных вопросов языка знания для тех, кто не имеет к лингвистике отношения, является вариантность языковых средств. Сколько раз я слышал от коллег и знакомых, ну, у тебя, как всегда, возможно, новый вариант. Значит, просто не знаешь ничего. Должна быть жесткая норма. Это действительно так. И лингвисты об этом писали уже довольно давно. О том, что носитель языка требует однозначного ответа. Даже в тех случаях, когда этот однозначный ответ дать не удается. А переключите тогда, пожалуйста, слайд. Я, наверное, буду просить пока. И вот цитата из книги Кирилла Сергеевича Горбачевича «Вариантность. Слово и языковая норма». Широкая общественность, незнакомая с закономерностями развития языка и его сложной мутерной структурой, часто требует искоренения вариантности, показав словаря лишь одного способа выражения определенного содержания. Языковедов призывают устранить колебания, стандартизировать язык, так сказать, декретом сверху. Вот это действительно очень частый запрос и очень частый вопрос, почему вы говорите, что правильно и так, и так. Неужели нельзя выбрать какой-то один вариант и, собственно, его и распространять. Всем же, казалось бы, будет проще. Ну вот давайте поговорим о том, откуда эти варианты берутся, почему они возникают, и как вообще в самом языке это устроено. Наличие в языке вариантов связано с двумя тенденциями, которые существуют в русском языке и о которых очень здорово сказал Корней Чуковский в своей знаменитой книге «Живой как жизнь». Давайте переключим следующий слайд. Вот эта цитата, я ее зачитаю, хотя она на экране. «Каждый живой язык, если он и вправду живой, вечно движется, вечно растет. Но одновременно с этим жизнь языка чрезвычайно могущественна и другая тенденция прямо противоположного свойства. Столь же важная, столь же полезная. Она заключается в упорном и решительном сопротивлении новшествам, в создании всевозможных плотин и барьеров, которые сильно препятствуют слишком быстрому и беспорядочному обновлению речи. Итак, с одной стороны, вечное стремление к обновлению, потому что мир меняется, язык, который отражает мир, тоже должен меняться, а с другой стороны, сопротивление этим новшествам. Спасибо. О, теперь работает. И вот так это устроено. Допустим, у нас есть некоторое состояние языка, при котором правильно произносить слово «ракурс», привычное нам с ударением на «у». Ракурс – именно таково старое произношение, старая норма. Слово из французского языка. И вот когда-то было только «ракурс» и никак иначе. Язык меняется, время идет, и вот появляется новый вариант «ракурс». Сначала он появляется, как и все, что появляется новое в языке, как отклонение от нормы, как ошибка, как недопустимый вариант. И когда мы заглядываем в слова, сначала мы можем вообще не найти этого варианта, а потом найдем его там с запретительной пометой. Новый вариант будет написан ни в коем случае не. Либо неправильно, либо недопустимо. Извините. В слове будет написано «ракурс» – не ракурс. Время идет. Новый вариант все больше и больше охватывает все больше и больше числоносителей языка. И вот так уже начинают говорить даже грамотные люди. И мы видим, что этот вариант отклоняется уже от ошибочного, уже не такой маргинальный, не такой уже и стыдный-то. И тогда мы понимаем, что вот на наших глазах в языке появилось что-то новое, что уже приобретает статус допустимого явления. И мы будем говорить, что да, предпочтительно ракурс, но допустимо и ракурс. Проходит еще сколько-то времени, еще сколько-то лет, десятилетий. И новый вариант встречается все чаще, 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 а старый вариант встречается все реже. Но пока он тоже существует. И тогда мы можем говорить о том, что варианты равноправные. Правильно и ракурс, и ракурс. И вы выбираете тот вариант, который больше соответствует вашему языковому вкусу. Время идет. Время идет. Числоносители языка, которые говорят ракурс, их все больше. А число тех, кто говорит ракурс, их уже меньше. Это преимущественно люди старшего возраста. И тогда мы говорим о том, что новый вариант уже уже, в общем-то, не новый, а практически пока еще не единственно возможный, но уж точно предпочтительный. А старый вариант пока еще допустим, но он потихонечку уходит из языка. И тогда мы видим в словарях ракурс и допустимов скрывающий ракурс. Наконец проходит еще сколько-то времени, еще сколько-то десятилетий. И старый вариант вообще никто уже не знает, никто уже не помнит. Ушли из жизни те, кто употреблял этот вариант. А для носителей языка нового поколения никакого другого варианта и не существует. И тогда мы говорим о том, что правильно ракурс и никак иначе. А удаление ракурс уже из языка ушло, и этот вариант устарел. И вот это вот движение занимает очень-очень много времени. Но, как правило, если новый вариант появляется в языке, то очень часто он доходит вот до той последней точки. Хотя он может быть и не дойти. Есть и известные примеры того, когда вроде бы новый вариант появляется, но не удерживает конкуренции со старым вариантом. Старый вариант остается единственным правильным. Но такие примеры встречаются реже. И вот когда мы находимся в этой точке, мы даже очень часто и не знаем, что когда-то было по-другому, что привычное нам слово могло произноситься с другим вариантом удаления. И мы совершенно спокойно употребляем слово, не думая, что может быть иначе. Когда мы находимся в этой точке, когда мы понимаем, что варианты равноправные, мы, как правило, спокойно их воспринимаем, в общем-то, оставляя право другому человеку говорить по-другому. Ну, в Хрисматии, например, здесь творог-творог. Всем известно, что правильный творог и творог, и мы как-то спокойно относимся к существованию этих вариантов. Но когда мы находимся в этой точке, когда у нас только-только появляется новый вариант, вот тут мы наиболее строги и к новым вариантам, и к тем, кто его употребляет. И нам очень часто кажется, что вот именно это неправильное удаление, именно этот неправильный вариант окончательно похоронит наш великий, прекрасный, могучий русский язык. И когда здесь вот что-то такое появляется, например, всем известно, и звонит, например, всем известный кофе и так далее, вот здесь мы пугаемся, раздражаемся, злимся, и часто кремим тех, кто так говорит. Но мы никогда не должны забывать, что многие привычные нам варианты были когда-то в этой точке, и из нее ушли. В этой точке была библиотека, потому что старое ударение библиотека. А в этой точке была фольга, потому что старое ударение фольга. Когда-то вызывало протесты ударение петля, еще несколько десятилетий назад говорили, что правильно петля, ни в коем случае не петля, сейчас для нас петля более привычный вариант. Так же, как ракурс, было ударение конкурс. Сейчас мы говорим ракурс, сейчас мы говорим конкурс. Многие варианты, многие ударения привычные нам сейчас прошли вот эту стадию и дошли до финальной точки, когда новый вариант стал единственным возможным. Можно привести другие примеры слов с привычным нам ударением, которые когда-то произносились иначе. Вот цитаты из стихотворных произведений 19-го и конца 18-го века. «Костер мой сердце веселит, моя старуха плов сварит» – Полонский. И вот прекрасные строки из Евгения Онегина, где сразу два непривычных ударения, да? «Но вы разрозненные томы из библиотики чертей». Томы из библиотики. Сейчас кажется, что это совсем не по-русски, да? Ведь это первая половина 19-го века, всего 200 лет назад. «И твой юмор правдивый много мгновений светлых нам дарил». Юмор – ударение в 19-м веке употреблялось. Однажды барыня спросила астролога из-за эпиграммы Самарокова «астролог». И многие другие слова «налог» когда-то употреблялись ударением на последнем слуге. Видите, астролог, юмор, томы, библиотика. Кажется, что я говорю не по-русски, но это те ударения, которые когда-то были в истории, которые когда-то для наших предков были единственно возможны. А сейчас для нас они уже совершенно непривычны. Есть замечательная книга «Леговица» Наталья Александровна Иськовой об истории русского ударения. В ней приведены, откуда, собственно, я взял эти примеры, в ней приведены ударения прошлого, стихотворные цитаты, в которых встречаются старые варианты. Это вот такая вот очень толстая книга. И действительно, слов, которые в истории русского языка изменили место удаления, изменили либо в формах, либо в начальной форме удаления, их очень-очень много. Но эти примеры неизвестны большинству носителей языка. Об этом почти не говорят в школе. И поэтому, когда на наших глазах происходит аналогичное изменение, мы злимся, пугаемся, раздражаемся. И поэтому так спокойные лингвисты, когда они видят, что что-то меняется сейчас на наших глазах, они вам на каждое такое изменение могут привести сотни примеров из прошлого, из истории русского языка. Иногда конкуренция вариантов занимает не годы, не десятилетия, а столетия. И вот в упомянутой моей книге «Вариантность слова. Языковая норма» Кирилл Сергеевич Горбачевич приводит такие интересные примеры. Трапеза-трапеза. А колебания здесь наблюдались еще в XV веке. И до сих пор, конечно, мы привыкли к ударению трапеза, но до сих пор русские орфографические слова, Российская Академия наук, 5-е издание, 2018-е годы, совсем свежие, фиксируют и трапезы, и трапеза. Конечно, вариант трапезы устаревший, не задача орфографического словаря давать стилистическую характеристику вариантов. Но то, что он отмечается до сих пор, смотрите, в XV веке эти колебания были, и варианты эти в словарях есть до сих пор, говорит о том, сколько может длиться вот эта вот борьба вариантов. В XVIII веке уже отмечено чередование усугубить и усугубить. И в словарях и сейчас есть оба эти варианта. Здесь я вас спрошу, кто бы выбрал ударение усугубить? Так, кто бы выбрал ударение усугубить? Подавляющее большинство. И действительно, в словарях, адресованных работникам эфира, там, где дается самая строгая норма, действительно дано ударение усугубить. Оно соответствует современной литературной норме, но усугубить не ошибка. Это вариант, который в словарях тоже дается как нормативный. Он все-таки устаревает, но, как мы видим, устаревает очень-очень-очень медленно. А в XVIII веке это чередование, эти колебания уже отмечено. И в современном языке оно по-прежнему сохраняется, сколько прошло столетий. Поэтому, когда мы говорим о тех процессах, которые происходят в языке, мы должны понимать, что в языке все измеряется столетиями. Мы очень любим сравнить современный русский язык и язык 30-40-летней давности и сделать какие-то неутешительные выводы в пользу современного его состояния. Но очень многие процессы, которые мы видим, они начались много столетий назад и закончатся еще через много столетий. И вот такие примеры на самом деле много, но вот это, пожалуй, самый яркий, того, как какие-то варианты очень-очень долго выясняют отношения. Они, ведь конкуренция была до нас и, может быть, сохранится после нас. А мы просто наблюдаем какой-то след в истории. Можно привести несколько примеров, почему эти варианты возникают, почему появляется что-то новое на смену старому, или почему мы сомневаемся, как правильно произносить. Вот слово, которое восходит к латинскому документу, вот глагола со значением «доказывать». Оно шло в русский язык разными путями. Оно шло из латыни, через европейские языки, через немецкий язык и через польский язык, потому что польский язык, ближайший почти родственник сосед русского, и очень многие слова, которые шли из французского, из итальянского, из немецкого, шли через польский. И вот из немецкого языка это слово пришло с ударением «документ», а из польского, в польском ударении на предпоследнем слоге «документ». То есть мы видим, что с точки зрения языка, в общем-то, и то, и другое одинаково имеют право на существование. Здесь просто русский язык выбирал, по какому образцу выбрать ударение в русском. По немецкому образцу или по польскому. У нас очень многие слова в русском языке пришли через польский и сохраняют такую же форму, как в польском языке. Какие-то слова, наоборот, не сохранили ударение языка посредника. Ну вот, например, слово, которое пришло из греческого через французский, апостров, сохраняет ударение французского языка и отклоняется от ударения в греческом. А вот здесь вот русский язык выбрал ударение «документ», потому что, видимо, ему было важно сохранить преемственность с латинским языком. И ударение по польскому образцу «документ» в литературном языке не удержалось и скатило сферу просторечия. Но мы понимаем, что объективные причины есть, что существуют в русском языке эти два варианта. Один литературный, да, второй просторечный. Но он появился не потому, что какая-то горстка маргинала, горстка неграмотных людей никак не смогла запомнить, что правильный документ. А потому что объективно русский язык выбирал. Он мог выбрать наоборот, он мог выбрать ударение по польскому образцу. И тогда на тех, кто говорит «документ», мы бы сейчас показывали пальцем, «Ай, какие неграмотные люди». Но в литературном языке задержалось ударение документа, а ударение документа не сохранилось. Это только один из источников возникновения вариантов. Можно привести современные примеры аналогичные. Вот чудеснейшее слово «манты» или «манты». Я этот вопрос задаю в разных аудиториях, и мне очень интересно, кто как на него отвечает. Кому из вас больше нравится ударение «манты»? Так, кому из вас больше нравится ударение «манты»? Манты побольше, но до «манты» тоже есть руки. Так, тогда спрашиваю еще про шаурму и шаверму, хотя в Москве, наверное, странно задавать этот вопрос. Ну, хорошо, шаверма, шаурма, да. Ну, в общем, это предполагалось. На самом деле здесь почти такая же история, потому что по поводу «манты» и «манты» есть словари, в которых только манты. Есть словари, в которых только манты. И нет ни одного словаря, который бы оба варианта признавал. Интересно еще, что манты в словарях, которые изданы в Москве, в Институте русского языка, русско-орфографические слова, например, а ударение «манты» в словарях, которые изданы в Санкт-Петербурге, например, это «Большой толковый» слова русского языка, и «Большой», да, «Большой толковый» в первую очередь, надо назвать, «Большой толковый» слова русского языка, и «Большой академический» слова. Получается, что здесь, в общем-то, примерно то же самое. Это слово в разных вариантах существует в разных языках тех народов, где готовят это блюдо. И в русский язык оно фактически пришло двумя путями. Из разных языков. И из тех языков, где говорят манты, и из тех языков, где говорят манты. Точно так же с этой самой знаменитой шаурмой-шавермой тоже это слово фактически дважды было заимствовано русским языком в разных вариантах. Просто в Москве оказалось больше выходцев из тех мест, где это блюдо звучит примерно как шаурма. В Петербурге оказалось больше выходцев из тех мест, где это блюдо звучит примерно как шаверма. И получилось, что эти слова очень быстро встроились вот в этот ряд знаменитых противоречий и различий в речи москвичей-петербуржцев. И по поводу, да, они уже стали восприниматься как вот часть своей культуры. И, конечно, петербуржцы гордятся шавермой. Ну а у нас шаурма. Но манты-манты получается примерно то же самое. Вот тоже источник возникновения этих самых вариантов. Из разных языков, разными путями в русский язык с разными ударениями. Откуда еще могут взяться варианты? А варианты могут взяться просто потому, что какие-то слова влияют на другие. Например, знаменитое выговорение «договор» возникло под влиянием других слов, оканчивающихся на «говор». Мы знаем ударение «выговор» на первом слоге, «заговор» на первом слоге, когда-то говорили «заговор». Вот и ударение «договор» возникло по модели этих слов. Но до сих пор так и не стало в своем литературном языке. Договор расценивается как разговорное употребление при строгой норме договора. Одни слова влияют на другие, заимствованные слова влияют на русские, наоборот, русские влияют на заимствование. И поэтому в языке все время все меняется, все течет. И эти самые варианты, которые многими так нелюбимы, отражают вот эти изменения. И они нужны для того, чтобы все не менялось слишком быстро. Чтобы от новой, от старой нормы к новой изменения происходили плавно и безболезно, чтобы нам же было полегче. Вот еще одна цитата из книги Горбачевича. Варианты слова «языковая норма». Какова судьба вариантов? Понятно же, что не может долго, когда-нибудь все равно закончиться эта конкуренция, не может она бесконечно длиться. Как она может закончиться? Вот разные пути, как может сложиться судьба вариантов. В каких-то случаях они разойдутся по значению. Как, например, острота и острота. Крестный и крестный. А в каких-то случаях они могут закрепиться в устойчивых сочетаниях. Например, наострить нож, наострить лыжи. Ноль внимания, свестись к нулю. Мы не говорим нуль внимания, мы не говорим свестись к нулю. В разных сочетаниях закрепились разные варианты. Но чаще всего старый вариант просто уйдет, уступит место новому, дальний уйдет, останется дальний, удить уйдет и останется удить, поезды уйдет и останутся поезда, точно так же, как томы ушли и остались тома. Вот это наиболее частный путь. Вообще, надо сказать, что носители языка очень любят, когда разные варианты как-то разведены по значению. И именно отсюда возникают многие мифы, например, что квартал – это часть года, а квартал – часть города. Или наоборот. Или что звонит человек, а звонит колокол. Или наоборот. Но в словарях все эти суждения не подтверждаются. И в словарях написано, что квартал во всех значениях, что звонит во всех значениях. И ударение квартала, ударение звонит, литературной норме не соответствует. Но наше стремление, наше желание как-то развести варианты ударения по значению приводит к тому, что вот действительно появляются такие пары типа острота, острота, крестный и крестный. Мы как-то вот разводим эти ударения, чтобы за каждым из них закреплялось какое-то одно значение. И вот мы видим все это богатство, всю эту сложную картину, противоречивая иногда довольно жесткая конкуренция вариантов. И как быть автором словарей? Как быть тем, кто должен ответить на вопрос? Как правильно? Как быть тем, чья задача – кодифицировать литературный язык? Вот ответ Михаила Абрамовича Штудинира, автора словаря «Трудности русского языка для работников СМИ». Он говорит о том, что основная трудность кодификации – поиск той самой золотой середины. С одной стороны, лингвисты не должны слишком сильно торопить события. Знаменитая цитата «Если бы Чехов не понимал Пушкина, то не было бы и Чехова». Нужно сохранить эту культурно-историческую связь, нужно, чтобы язык все-таки не менялся слишком быстро. С одной стороны. С другой стороны, лингвист не может повесить замок на все нововведения, на все новшества, не может все запретить, все новое, потому что тогда развитие языка просто остановится. Лингвист должен найти ту самую золотую середину, когда новый вариант уже достигает той точки, когда можно говорить о том, что он жизнеспособен, что за ним будущее, и он уже может быть включен в словарь, пусть пока на правах допустимого варианта. Это действительно очень сложно, это очень трудно. Иногда кодификация запаздывает, иногда все уже говорят «так», а в словаре написано «эток». И только со временем словарь сдастся и признает, что да, действительно, новый вариант уже совсем давно уже не новый, а вообще для многих единственно правильный. Но вот та самая знаменитая история с ударением подростковой-подростковой. Ну, привычной для нас, суки, подростковой, правда? Подростковая – это старое ударение, это старая норма, и она очень-очень долго держалась в словарях. А филолог-журналист Марина Королева в своей книге о русском языке, там было несколько изданий, говорим правильно, и чисто по-русски, она вспоминает, как в коридорах радиостанции коллеги и проходу не давали, что такое, почему словари говорят, что правильно «подростковый», но все же вокруг произносят «подростковый». А словари, действительно, держались до последнего, издались уже, ну, признав очевидное, что вариант «подростковый» практически ушел из русского языка. «Подростковый» стал известной нормой. И еще подобный такой же пример – это то самое ударение «ракурс» или «ракурс», с которого мы начали. Словарь 59-го года – это словарь русско-литературное произношение и ударение – однозначно настаивал на том, что правильно «ракурс», и ни в коем случае не «ракурс». Словарь 2015-го года – архоэпический словарь – уже только за «ракурс», и никакого «ракурса» там нет и в помине. Но в какой момент мы можем говорить о том, что вот надо сейчас включать в словарь «ракурс», на этот вопрос лингвисты могут отвечать по-разному. И вот из воспоминаний Михаила Абрамовича Штудинера, когда отмечался юбилей Дитмара Ляшевича Розенталия, который не нуждается в представлении, который нам всем известен, конечно же, как автор справочников по русскому языку, по литературной правке, но он на самом деле был редактором многих словарей, в том числе словаря Агейенко Зарба, словаря о ударении для работников радио и телевидения. И вот когда отмечался его юбилей, дикторы радио исполняли в его честь шуточные куплеты, в которых были такие строки – «Ты подарил фольгу нам и отменил ракурс». Что я здесь имелось в виду? Как раз то, что в очередном издании словаря для работников радио и телевидения по дедакции Розенталя наконец старые ударения «Фольга» и «Ракурс» были заменены на привычные нам «Фольга» и «Ракурс». И дикторам радио и телевидения уже не надо было запоминать, что в эфире надо говорить «Фольга», что в эфире надо говорить «Ракурс». Они смогли бы переговорить так, как мы говорим в привычной жизни, как мы привыкли говорить, употреблять те варианты, которые для нас единственно возможны. Вот тоже пример того, как кодификация в словаре немножко задержалась и отстала уже от изменившейся нормы. Норма изменилась, а кодификация оставалась старой и только потом сознательно была изменена. С ударением «Фольга» в «Фольга» у меня связана лично моя такая история, которая привела на меня впечатление. Хочу с вами поделиться. Я был в конце прошлого года в одном из городов, где меня пригласили на радио поговорить о словарях, о норме, о вариантах, о грамоте, конечно, о диктанте. И среди прочих вопросов журналист задал мне вопрос, почему в словарях очень часто можно встретить варианты, которых не существует в жизни. Например, почему словари настаивают, что правильно говорить «Фольга». Я ему ответил, что давным-давно уже во всех словарях, в том числе адресованных работникам эфира, значится, что правильно «Фольга», что вы можете смело говорить «Фольга» и забудьте про эту «Фольгу», уже давным-давно ее нет в словарях. Он выдохнул с облегчением, поблагодарил меня, сказал, что все, камень с плеч, там гора с плеч, камень с души, и теперь он может смело в эфире говорить «Фольга». Самое интересное, что я потом увидел, у нее в студии лежит словарь. Словарь для работников радиотелевидения. Словарь 1984 года, конечно, словарь уже не современный, язык за это время немножко изменился, но самое интересное, что в этом словаре в 1984 году уже «Фольга». То есть, видимо, эта самая «Фольга» застряла у нее в памяти, может быть, когда он еще учился, может быть, какое-то старое издание словаря ему попалось, он запомнил, что правильно «Фольга», и даже не сверился с тем изданием, уже даже не современным 1984 года, которое у него лежит, в котором уже значится «Фольга». Очень важно все-таки обращаться к современным словарям русского языка, чтобы узнавать, как правильно в современном русском инициатурном языке. Очень часто отклонение от лидературной нормы вовсе не означает простую безграмотность. Это может быть употребление какого-то старого варианта, это может быть интересная история об ударении, о произношении, о которой мы, может быть, не знаем. И вот с той самой библиотикой мы теперь знаем, что это не просто просторечие, а это старая норма, когда-то бывший образцовый вариант, который не устоял в театурном языке, который был вытеснен библиотекой, и ушел в просторечие. Сейчас библиотика, конечно, просторечие. Ну вот из воспоминаний Беллы Ахмадулина о Владимире Набокове, он знал, что книги его в Советском Союзе не выходят, но спросил с какой-то надеждой, а в библиотике, вот сделаем такое удаление, в библиотике можно взять что-нибудь мое? И, конечно, в данном случае это была не безграмотность, не ошибка, а это было нарочитое употребление старого, дореволюционного, образцового литературного произношения 19 века. Поэтому отклонение от нормы вовсе еще не означает, что это простая ошибка и безграмотность. Но это к вопросу о том, как мы можем расценивать отступление от литературной нормы. И еще одна история об изменившемся ударении, где тоже можно говорить о некой мифе. Ну вот знаменитое ударение мышенье. Мы, конечно, связываем его в первую очередь с кем? С Горбачевым, конечно. С Горбачевым мышень и Горбачев это вот неразрывно живут в нашем сознании, особенно в сознании тех, кто постарше, кто помнит это. Но это вовсе не ошибка, которая оказалась узаконена, потому что этот вариант употреблял генеральный секретарь впоследствии президента Советского Союза. У нас был такой вопрос, почему эллигисты торопятся записывать ошибки, как, например, это произошло с ударением мышенья. Она сейчас есть в словаре. Но если мы откроем старые словари, то увидим, что мышенья там давным-давно. Вот тот же самый словарь русское театрное произношение ударения 1959 года дает мышление и допустимо мышление. Да, вариант не идеальный, не образцовый, но и не ошибочный. Вариант, который носит характер допустимого. То есть входит в литературную норму. Если мы откроем словарь Ушакова довоенный, там мышление и мышление. Если мы откроем словарь Даля, там мышление и мышление. То есть и здесь конкуренция этих вариантов уже не одно столетие существует в русском языке. И, в общем, до сих пор она тоже не закончилась. Современные словари дают варианты мышления, как образцовый, литературный, и мышление, как допустимый. Но молва связала возникновение этого ударения в русском языке с личностью Горбачева, хотя, в общем, он к этому не имеет отношения. Просто он выбрал этот вариант. Конечно, не эталонное произношение, но в принципе имел право, потому что это не ошибка. Ну вот какая получается на самом деле богатая палитра. Варианты в русском языке возникают из-за разных процессов, которые в самом языке, внутри языка, в самой его системе происходят. Варианты помогают обеспечить плавный, постепенный переход от старой нормы к новой. Варианты могут существовать как равноправные, могут расцениваться как предпочтительные, допустимые, могут быть устаревающими, могут быть входящими в литературный язык. И получается, что перед лингвистами очень-очень сложная задача. Как это все записать в словаре, как это регламентировать. Лингвисты стараются с этой задачей справиться, и именно поэтому существует обширная система помет в словарях. Те самые устаревающие, допустимые, предпочтительные, новые, профессиональные. И очень важно помнить, что все это может измениться. Поэтому если мы хотим узнать, как правильно, надо обращаться к словарям современного русского литературного языка. Продолжается жизнь, продолжается конкуренция вариантов, продолжают выходить словари. И вот что-то каждый словарь это своего рода фотографический снимок, фотография языка вот данного конкретного периода. Если мы сопоставляем разные издания словарей, 50-й год, например, 60-й и современный, то мы видим, как изменился язык. А если мы возьмем два соседних издания словаря, например, 12-й год и 18-й, то там изменений будет очень-очень-очень мало. Чтобы увидеть эти изменения, конечно, нужна большая дистанция. Но все равно изменения хоть бы чуть-чуть, но происходят, поэтому обращаться надо к современным словарям. Я постарался вам рассказать о том, как все происходит в языке, и как с этим справляются лингвисты, и почему лингвисты отвечают на вопрос, что правильно ли так и так, потому что это действительно объективно в языке существует. Потому что очень часто при всем желании невозможно сделать выбор, потому что этот выбор не сделан еще сам язык. И ответ на вопрос одновременно или одновременно сейчас будет такой, предпочтительно в строгой речи, в образцовом и сатурном языке одновременно, в эфире особенно, но в живой речи в дарении одновременно уже давным-давно существует как правильное. То есть фактически это стадия равноправия вариантов, а просто для эфира рекомендуется одновременно. Мы при всем желании не можем сказать, что правильно только так и никак иначе, потому что в самом языке объективно сейчас эти варианты живут и существуют. Но вот весь этот интересный и богатый материал, все эти языковые факты, увы, оказываются очень часто за бортом той информации, тех новостей, которые можно прочитать в интернете. Журналисты очень любят пугать читателей, слушателей, зрителей новостями о разных реформах языка, о том, что выходят словари, в которых теперь все по-другому. И поэтому в таких новостных текстах, к сожалению, почти всегда безграмотных, можно прочитать массу фейковой информации о русском языке. Давайте посмотрим, какие бывают самые главные ошибки журналистов, что вы были предупреждены, вооружены и на эти фейки никогда не попадались. В таких текстах очень часто смешиваются язык и правописание. Это вещи разные. Правописание, письмо, то, как мы оформляем звучащую речь, надо не смешивать с самим языком. Но журналисты валят все в кучу. Любые частные изменения любых норм подаются как изменения во всем языке. То есть, если какой-то словарь очередной в своем издании узаконил какой-то вариант, то это новость скорее всего будет о том, что произошла реформа и теперь правильно так, 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 так. И в этот список того, как теперь правильно, попадет то, что уже десятилетиями правильно. Искажается история кодификации. Я не сомневаюсь, что все мы много раз читали новости о том, что теперь кофе в среднем роде это норма, о том, что теперь правильный договор, хотя ударение договора, как допустимое в разговорной речи, еще в словаре 59-го года фиксируется. Слово кофе, как допустимое в разговорной речи в среднем роде, еще в словаре Ушакова, который был издан до Великой Отечественной войны, 35-40-е годы, уже там кофе средний род как допустимая разговорная норма, поэтому здесь никаких нововведений не было. И отдельные изменения в кодификации отдельных норм приравниваются к изменению во всех словах. И почти в любом таком журналистском тексте будут слова, если словарь разрешил включить с ударением на Ю, то теперь можно и звонить. Это вовсе не обязательно. И если ударение включит допустимо, то ударение звонит по-прежнему недопустимо. Искажаются принципы кодификации. Очень часто фиксация слова в словаре приравнивается к призыву его употреблять. Вот в том памятном скандале 10-летней давности, в 2009 году, когда особенно много писали и говорили о якобы новых нормах, досталось инвестам за то, что в словаре попало вот этот вот файлфоклок. Но фиксация этого слова в словаре вовсе не призыв употреблять его вместо слова полдник. А это нужно для того, чтобы если кому-то для обозначения каких-то реалий, связанных, например, с жизнью Великобритании, понадобится это слово, чтобы можно было знать, как его правильно писать. Только для описания этого, этой экзотической реалии. И не для чего более. Ну и дается неверное представление об источнике кодификации. Очень часто в таких безграмотных материалах можно встретить утверждение, что нормы ударения устанавливаются указами президента, правительства, министерства образования и так далее. Хотя на самом деле нормы кодифицируются в словарях, в грамматике, в справочниках и только там. Никакое другое издание, кроме словаря орфографического, не может в идеале устанавливать орфографическую норму. Хотя в своих ведомственных документах разные организации, к сожалению, это делают. Ну и вот почему мы так не любим варианты, почему мы так пугаемся ответом, что правильно и так, и так, почему мы не всегда воспринимаем как бы нормально, когда что-то меняется в наших глазах. К сожалению, в школе на уроках русского языка почти не рассказывают о том, что в языке что-то меняется, почти не говорят об истории того, каким был язык до нас. И дети, когда учат правила, когда учат русский язык, получают представление о нем как о некой статичной системе, в которой никаких изменений нет. Вот выучили как правильно, запомнили и запомнили на всю жизнь. То, что раньше было по-другому, в перспективе будет по-другому, об этом в школе не говорят. И поэтому с этим ощущением, что в языке все статично и неизменно, мы выходим во взрослую жизнь, видим, что в языке что-то меняется и мы недовольны этим. Хотя, в общем-то, это естественный процесс как смена времен года. Просто нам в школе рассказали, что смена времен года это нормально, а смена в языке нам не рассказали, что это нормально. Ну и второе, нет представления, школа не дает представления о том, что за пределами школьного курса русского языка остается очень-очень много. Почти все самое интересное о русском языке остается за пределами школьного учебника. За пределами вот этих вот рамочек, что правильно так, что стеклянные, оловянные, деревянные это исключение, что в бессоюзном предложении двоеточие ставятся тогда-то, а-тире тогда-то. Вот русский язык в школе он такой. За пределами учебника все бесконечно интересные истории о происхождении слова, о происхождении выражений, об изменениях в языке, о том, каким он был 500 лет назад, каким он будет через 500 лет. Все это остается за рамками школы. Но школа об этом не говорит. И поэтому у тех, кто окончил школу, остается представление о том, что вот они, выучили все правила, и вот он весь русский язык. Вот он такой статичный, неподвижный, не меняющийся. А на самом деле это все ровно наоборот. Он подвижный, он меняющийся, он вечно живой. В нем постоянно происходят разные процессы. В нем постоянно все бурлит, кипит и меняется. Как с этим бороться? Я думаю, что в курсе подготовки журналистов обязательно надо включать какие-то азы представления о том, как устроен русский язык, об его истории, об изменениях в русском языке, о том, каким он был раньше. И в учебнике русского языка все-таки должны быть сведения об истории языка. Конечно, понятно, что в школе не всегда есть время об этом говорить. Но сведения хотя бы какие-то фрагментарные об истории русского языка, об истории норм, ударений, каких-то правил. Это, во-первых, можно рассказать интересно, а во-вторых, тогда мы покажем, что русский язык на самом деле меняющийся, живой и не такой, каким мы привыкли его воспринимать. Ну и рассказывать о работе лингвистов, о деятельности институтов, о деятельности орфографической комиссии, обо всем, что делают лингвисты, изучая русский язык, наблюдая за ним. Ну, подобных мероприятий сейчас, к счастью, очень много, очень много разных лекций. Лингвисты выходят в народ и активно выступают, пишут книги, участвуют в разных передачах и всегда открыты для вопросов, комментариев. И вот эта двусторонняя связь, чем больше она будет работать, тем чаще все-таки мы будем разбивать эти школьные мифы. Ну и просвещать, просвещать, просвещать. Где смотреть, чтобы знать, как правильно, как правильно сейчас? Потому что, как я уже говорил, язык продолжает меняться, новые словари продолжают выходить, и для того, чтобы мы всегда могли точно знать, как правильно сейчас, надо обращаться к современным словарям. Где смотреть? Если мы говорим о печатных словарях, то сейчас все лучшие, самые полные, авторитетные академические словари русского языка выходят в книжной серии словари 21 века. Это главный сейчас лексикографический проект, он реализуется совместно с Институтом русского языка Российской академии наук, с Институтом русского языка Евгения Пушкина. И словари, которые выходят в эти серии, это словари академические. Фундаментальные словари, настольные словари, школьные словари, для начальной, школы, для средней, для старшей. Интересная серия словари для интеллектуальных курманов, которые даже больше не словари, а научно-популярные книги о русском языке. Например, в этой серии словари языка интернета под руководством Максима Крангауза, словари на сказании произведения Пушкина, то есть вот такие вот больше даже эстетическое наслаждение, доставляющие книги. Серия словари 21 века. Вот главная печатная серия словарей. Если мы говорим об электронных словарях, потому что далеко не всегда есть доступ к печатным словарям, где смотреть, где искать электронные словари русского языка. Ну, в первую очередь, назову грамоту.рук, потому что этот портал и создавался уже почти 20 лет назад, чтобы у всех пользователей интернета был доступ к современным нормативным академическим словарям. Эти словари, которые у нас представлены, «Орфографический словарь» — это академический орфографический ресурс, созданный в источнике русского языка Российской Академии Наук. Большой толковый словарь — это словарь «Петербургский» под редакцией Кузнецова, созданный в источнике лингвистических исследований Российской Академии Наук. И словари ударения для работников радио-телевидения, поскольку грамота, в первую очередь, изначально была ориентирована на журналистов. То есть словари, дающие самую строгую норму. Вот основные наши словари. Точно такая же база на сайте Института русского языка, академический ресурс «Академос». И еще один хороший ресурс Института русского языка — это такая информационно-поисковая система «Орфографическое комментирование русского словаря». Здесь не просто орфографические слова, но и объяснение того, почему правильно именно так. Тоже очень интересно. Почему мы пишем слово «грамоты» с одной буквы «м», а грамматика с двумя? Хотя восходят они к одному и тому же корну греческому. Потому что пришли в русский язык разными путями. Грамота в, вернее, русскую эпоху напрямую из греческого, а грамматика попозже и через латынь. Вот поэтому разница в написании. Ну и тому подобные интересные истории можно узнавать с помощью этой базы. Ну вот мы, правда, плавно уже перешли к орфографии. Собственно, ушли немножко от языка. Но мне очень хотелось вам рассказать, где смотреть, где искать ответы на вопросы, как правильно сейчас в современном русском языке. Можно искать ответы, надо задавать вопросы, надо искать ответы, и всякий раз лучше себя перепроверить. Если вы увидите, что словари дают разные варианты, разные ответы, такое тоже бывает, потому что словари могут быть адресованы разным читателям. Словари, адресованные работникам эфира, как я уже говорил, дают самую строгую норму. Поэтому то же самое, грамматика и одновременно, там будет так. Словари, адресованные широкому кругу читателей, которые нацелены на более широкий показ вариантов, скажут, что правильно, одновременно и одновременно. И здесь уже ваш выбор, вы выбираете то, как больше нравится вам. Кстати, а как вам больше нравится? Как вам больше нравится одновременно? Так, а как вам больше нравится одновременно? Побольше рук за одновременно, но одновременно тоже руки были. И, в общем-то, они правильно представляют соотношения. Одновременно потихонечку уходит, одновременно это вариант более новый и более распространенный. Видите, как интересно? есть реклама сотового оператора на шаг впереди, словари на шаг получается, может быть, на полшага, позади. Потому что, когда мы говорим о стадии равноправности вариантов в словаре, на самом деле, в живой речи они уже неравноправны, уже какой-то вариант все равно уходит немножко вперед. Словари, как я уже говорил, не торопятся, не спешат фиксировать новый вариант, а наоборот, чуть-чуть тормозят, и с опоздания фиксируют все новое. Поэтому в словаре будет написано одновременно и одновременно, а для работников эфира даже одновременно, а в живой речи вариант одновременно будет встречаться чаще. То есть в живой речи пойдет немножко вперед, слова, фиксирующие норму, он чуть-чуть позади. Ну, мы уже немножко отвлеклись, собственно, от языка, перешли к орфографии, о вариантах в орфографии. В орфографии, конечно, тоже могут быть варианты, хотя гораздо реже они встречаются, чем в самом языке. И это не случайно, потому что, в общем, вся орфографическая политика XX века была направлена на устранение, на искоренение вариантов. Потому что знаменитая цитата «Разнобой в написании отвлекает от содержания текста и затрудняет понимание текста». Собственно, наша современная русская орфография – результат усилий многих-многих выдающихся ученых XX века, орфографистов, это и Дмитрий Николаевич Ишаков, и Ожидов, и Риформанский, и Обнорский, много можно назвать имен, тех, благодаря кому мы сейчас имеем встроенную логичную систему орфографических правил. Наша орфография не всегда была такой. И если мы возьмем 30-е годы, то число вариантов в написании слов было огромным. И говорили о том, что в Доме книги сколько этажей, столько и правил орфографии. И на вопрос о том, как правильно «прийти» через «экраткое», «прийти» с двумя «т» или «прийти» через «дт» отвечали. Вы в каком издательстве работаете? Вот в таком-то? Там у вас принято писать «прийти» через «экраткое». А вот в таком издательстве принято писать «прийти» с двумя «т», а вот в этом издательстве «прийти» через «дт». В каком издательстве вы работаете? Такой редакционной политике и придерживаетесь. Тротуар с одной «т» или с двумя «т», «прийти» в трех вариантах, так же, как и просто слово «идти». Многие слова через «е» и через «э», привычные нам. «Комфорка» в четырех вариантах. «Комфорка», «комфорка», «комфорка» и «комфорка» и так далее. Такой была наша орфография в 30-е годы. И то, что сейчас у нас нет такого разнобоя, это заслуга тех, кто работал над упорядочением русской орфографии. Конечно, в школьный орфографический словарь Ушакова, который всем нам известен, который все в школе видели, он сыграл здесь одну из ключевых ролей, потому что Ушаков стремился избегать вариантов в словарях и давал тот вариант, который при умении был наиболее жизнеспособен. И во многих случаях действительно практика письма пошла в эту сторону и приняла этот вариант. Поэтому в орфографии вариантов значительно меньше. Орфографическая работа направлена на то, чтобы вариантов избегать, чтобы мы не писали одно и то же слово по-разному, потому что действительно отвлекает от содержания текста. Но все-таки иногда и в орфографии возможны варианты, и касаются они часто новых слов, недавно заимствованных русским языком. Ну вот, интернет или интернет с большой буквы или с маленькой. Как писать? Давайте я вас спрошу, кто бы написал интернет с большой буквы. У меня уже ни одной руки. Кто бы написал интернет с маленькой буквы? Подавляющее большинство. Ну, в общем-то, это тоже правильное соотношение ответов. Слово интернет, когда оно только появилось, его последовательные лингвисты рекомендовали писать с большой буквы. Почему? Потому что это было имя собственное. Название одной из компьютерных сетей. Да, самое распространенное, самое популярное, но одно из. Было еще и данное, и интернет, и много чего еще было, о чем теперь только программисты, можно вспомнить. Интернет был именем собственным. Но вот сколько я себя помню, когда мы отвечали на грамоте, что правильно интернет только с большой буквы, ну, если это слово употребляется самостоятельно, доступ к интернету, например, если это первая часть сложных слов, например, интернет-портал, то это всегда писалось с маленькой буквы. А вот как самостоятельное слово с большой. Мы всегда получали такие недоуменные, возмущенные реакции. Почему? Это же просто название средства связи, как телефон, как почта и так далее. И вот лингвисты эти доводы услышали и с этими доводами согласились. И с 2012 года, когда вышел в свет четвертое издание русского орфографического словаря, оно впервые зафиксировало интернет с большой буквы и с маленькой. И так, и так, и правильно. Такая же рекомендация повторяется и в пятом издании 2018 года. Поэтому сейчас орфографически правильно и так, и так. Вот они, варианты в орфографии. Вы можете выбрать любой из них. Но соотношение рук здесь однозначно. В разных аудиториях, когда я задаю этот вопрос, почти никто не хочет писать интернет с большой буквы. Для нас интернет действительно уже средство связи, и мы интернет хотим видеть с маленькой буквы. Ну вот мне, например, привычнее интернет с большой. Я, мы здесь, каждый носитель языка здесь имеет право выбрать то, что ему больше нравится. А я, конечно, ни в коем случае не правлю маленькую на большую, но сам предпочитаю писать с большой силой привычки. Ну, конечно, будущее за интернетом с маленькой буквы. И какое-нибудь очередное издание орфографического словаря, может быть, через 5, через 10, через 20 лет, уже уберет интернет с большой буквы и оставит интернет с маленькой. Направление движения в эту сторону. Это о вариантах орфографии. Варианты могут быть написание новых слов, когда слово, например, еще не закрепилось в языке, или когда оно только-только закрепилось, оно может существовать в разных вариантах, но все-таки лингвисты стараются этого избегать. Вариантность может быть в слитном раздельном дефисном написании. Например, если мы хотим подчеркнуть отрицание, мы напишем раздельно. Книга мне неинтересна. Мы можем написать раздельно. Мы можем написать слитно. Если хотим подчеркнуть утверждение, подчеркнуть неинтересность. Книга мне неинтересна. Мы можем написать слитно. Здесь тоже каждый носитель языка имеет право выбрать. Каждый автор текста выбирает, что он хочет подчеркнуть. Утверждение или отрицание. Так, здесь у меня еще нет, еще есть. Больше слайдов нет, оставим интернет. Но я еще хочу поговорить о пунктуации, потому что применительно к тотальному диктанту этот разговор тоже очень важен. Когда мы составляем комментарии к текстам тотального диктанта, мы очень часто предусматриваем в разных случаях, разных предложениях разные варианты пунктуационного управления. Потому что каждый текст пропускает через себя диктующий, каждый текст пропускает через себя пишущий, и разные пишущие могут по-разному понять разные оттенки смысла, которые заложил текст автора. Увидеть там те смыслы, которые он даже не закладывал. А считать тот интенсионный рисунок, который не закладывал автор, но который изобразил диктующий. И поэтому мы стараемся все это предусмотреть. И, например, первое предложение текста этого года, пьеса «Горького на дне» в постановке Московского художественного театра, имела в начале 20 века невероятный успех, помните, да? В постановке Московского художественного театра. У автора там знаков не было, но мы предусмотрели возможность выделения этих слов запятыми, или даже тире, или словками. Потому что кто-то мог это передать как попутное примечание, дополнительное разъяснение, как такую вставную конструкцию. Мы предусмотрели все эти возможности. Это, конечно, на усмотрение очень часто пишущих. Русская пунктуация дает нам такие возможности. Они заложены в собой системе пунктуаций, пишущие вправе ими воспользоваться. Конечно, в каких-то случаях правила однозначны. И, например, вот в названии лекции почему лингвисты любят отвечать, что правил и так, и так, запятая, и что обязательно. Никаких там других вариантов быть не может. Предаточное предложение после главного. А вот и так, и так, как я уже сказал, здесь можно по-разному передать этот смысл, передать разные оценки с помощью разного пунктуационного рисунка. И когда у нас получается длинное предложение, на разных его участках может быть разная комбинация знаков. Если предложение длинное, то число вариантов пунктуационного управления в одном и том же предложении может насчитывать несколько десятков. У нас в 2015 году было 57 вариантов в одном предложении в тексте Водолазкина. А в демодиктанте прошлого года мы набрали 90 с лишним вариантов в одном предложении. Но предложение длинное, да. И по-разному можно передать разные соотношения на разных участках текста. Вот так эти варианты и возникают. И очень часто тех, кто в диктант приходит впервые, можно услышать, что это такое, это же не диктант. Сделайте так, чтобы можно было однозначно. Но очень часто, почти всегда, этого делать невозможно. Потому что, опять же, в самой системе русской пунктуации заложена вот эта вот возможность выбора. И мне кажется, очень важно это понимать, что русский язык — это во многих случаях возможность выбора. И в самом языке, и в прописании. Где-то правильно только так, и никак иначе. А где-то есть возможность выбрать один вариант и право другого носителя языка выбрать другой вариант. И здесь уже мы должны уважать это право и требовать, соответственно, другому человеку уважение наших прав, выбрать тот вариант, который более соответствует нашему языковому вкусу. Поэтому русский язык, в общем-то, улучшит еще и терпимости по отношению и любви по отношению к другим носителям языка. Вот что мне хотелось вам рассказать. И я буду очень рад ответить на ваши вопросы и по теме моего рассказа, и не по теме рассказа вообще о языке, если такие вопросы есть. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ